Ну это вообще прикол, я такого еще не видел. Во, рыба там еще, я так понял. Не, лень правда офигительный, походу ловленый, да. Я отошел пописать, а женёк тут без паровоза. Итак, всем здарова, всем привет, с вами Justy, Just Hook Up и мы на платном водоеме приехали за карпом, линем, самом, может быть амуром. Короче, все подряд будем ловить, уже закинули на самап, потому что приехали затемно, в 3 часа ночи, разложились и давайте приступим к ловле. А для начала ссылка на розыгрыш в описании, переходим, смотрим это, подписываемся и играем, короче, в лотерею. И выиграем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что нам Ахолот подскажет? О, здесь поглубже. О, здесь 2,7. Опа. Сразу рыбка. Ну это 2,9, Джек. Интересно. Ну, походу глубже, да, намного. Да на полметра у тебя глубже. 3. 3. Ну смотри, и рыбы нет нифига. Сейчас, подожди. Во, 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 смотри. Да. Да. Между нами метров 10. Да. Короче, будем ловить на нижнем свале прям, скорее всего. Да? Ну, да. На бровки фиг мы станем. Слушай, я даже не знаю. Смотри, здесь бровка офигеть какая жесткая. Так, ну такие маленькие расстояния, что можно, короче, не крипсоваться. Понял? Просто кинул. Чисто на фарт. Да. В любом случае ты в русло это попадешь. Ну все, попробуем. Ну, ладно, понимание есть какое-то уже хорошо. Нас не оставляют эксперименты, поэтому суть следующая. У нас есть именитая, значит, фирма Флагмана. Вот она. И есть то, что мы, ну, экспериментируем. Тестируем. Тестируем новые, пробуем. Корм от удачи плюс. Спасибо Кириллу за быструю доставку. День в день вообще сделал, но... Все быстро, красиво и круто. Спасибо. У нас есть своя обратная монетка. Желтая – это тот, кто будет ловить на удачу плюс. Зеленая – тот, кто будет ловить на флагман. Ну... Ты что выбираешь? Желтую или зеленую? В смысле, желтую и зеленую? Ты что выбираешь? Если я выберу желтую, значит, я буду точно ловить на удачу плюс. Так, ладно. Подожди. А как монетки тогда выбираются? Женек кидает за меня. Подкидывай. Я ловлю сегодня на флагман. А я на удачи. Ничего, еще я ловлю его. Посмотрим, да. Точки у нас примерно в одних условиях, поэтому будем смотреть, что по корму. Будет куча живого компонента, но корм все-таки должен удерживать нашу рыбу. Поэтому посмотрим, что сработает лучше. Итак, друзья. Пока Женек там еще протирает свой корм, я уже вот сделал такую красоту. Сейчас мы это все размешаем. Тут много мотыля. Специально, чтобы половить сегодня линька. Очень на него надеемся с Женей. И добавил живого опарыша. Сейчас всю эту форму размешаем. И начнем ловлю. Сначала, я думаю, прикормлю. У меня кормушечка тут здоровая есть. Кину, не знаю, раз десять, наверное. И приступлю к ловле. Заодно рыбка пока потянется, пока буду еще вязать. Поводок, все фигня. Ой, хорошо, какой корм-то. Да, Женек? Да. А я переувлажнил свой. Да, Женек, как всегда. Ну, ладно, ничего, сейчас подпитается. У нас, в принципе, и пачек корма очень много. Поэтому, думаю, проблем не будет. Если что, добавим еще одну пачечку и... Оп, хорошо пошла. И с переувлажнением проблем не будет. Ну, там рыба вообще плещется. Ну, здесь беседки и деревья нависающие. Там вообще не половишь. Вот. Там прям что-то активно. Мы единственные на водоеме, кстати говоря. Да? Пока, да. Сегодня у нас... Ну, вторник. Утро вторника. Мы первые на водоеме. Единственные. Сидела одна пара. Мы к ней подошли. Вот так. Говорят, немножко половины совсем. Ну, в основном, я так понял, люди отдыхали. Да, Жек? Ну, они были похожи на отдыхающих. Мы-то настроены бомбить. Если, конечно, рыбку позволят нам. Вот такой водоемчик вообще миниатюрный. У нас тут в планах... Вот мы посередке сидим, можно сказать. У нас тут в планах сгонять сюда, может быть, на форельку потом. Осенью. Тут неплохо ловят ее. Так, вот я сделал первый заброс. И пока кто-то там что-то делает, у меня вот такая идея. Ножницы. Кукуруза. Ножницы. Кукуруза. Что же будет происходить? Короче, я просто ее сейчас порежу и буду тоже пробками добавлять в корм. Женек, да! Женек тащит! Ура! Наконец-то! Жека начал ловить! Ой, хорош! Ой, хорош! Жека начал ловить! Ой, Жека начал ловить! Какой ты говнюк вообще! Да! Вот да! Подсачите? Да нет. Давай, подсачим! Подсачим! Красавчик! Хоть бы лимон! Хоть бы карпа! Ну, это карп, я думаю. Да, скорее всего. Слишком большой. Еле-еле, да, поклевка? Тюк! Тюк! И вот начал загибать, и я все... Красава, красава! Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Карпуха! Блин, твою мать! Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, Жека! Сейчас, сейчас, сейчас... Да не спеши! Чего? Никуда здесь? Не денется! Ладно, где вы? Да ладно? Чего? Давай! Ого! Ого! Ну ты... А у меня поводок первый. Я знаю! Спасибо большое! На здоровье ешь! Ха-ха-ха! Ешь на здоровье! Женек, ну давай! Да давай! Да! Горбатый вообще! Красавец вообще! Эх! Поздравляю, братан! Все! Ловим, ловим, ловим! В общем, дела обстоят таким образом. Мы уже где-то, наверное... Ну сколько? Минут сорок ловим? Наверное. Вот. Женек поймал одного карпа. До этого была поклевка, скорее всего, этого же карпа. И сейчас тишина. Что-то рыба ходит, вроде гуляет. Рыбы в водоеме много. Пока не можем найти ключик. Будем искать. Сейчас уже... Сама я поставил один флет. Перекинул на флет. Сейчас вторую палку, скорее всего, сама переставлю на... Тоже флетик с маленьким червячком. Ну вдруг линь. Меня получится поймать. Вроде что-то, блин, какие-то потёки есть. Прям такой тюк-тюк-тюк. Но что-то как-то не... Не получается пока чёткой поклевки и засечки. Ловим. Ловим. Опа-опа! Сработал, сработал. Сработал флет у Антона. Ой, ой. Ой, 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 ой. Ай, ой, ой, ой. Ай, ой, ой, ой. Ай, ой, ой, ой. Ой, ой. Да я возьму, Жак. Ну на, я тебе просто подам. Ой-ой-ой. Ого-го-го. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Не включи себя! короче на поцак у тебя здесь рядом пойду тебя сбоку сниму красивенько будет реально плать сработать с глубины там волос длинный же капец а это там где три кукурузы а здесь стандарт мой любимый реально ананасы и пелец поп-пап ананасовый желтый ну давай короче ладно если еще одну вытяганешь оттуда перейдем туда куда куда-то ну да пока он не хочет сдаваться кайф просто кайф да циркальный хотя там чё за поводок кстати ты туда вообще нахрапа учит с не возишься блин не хочу порвать ой да у тебя там толстый крюка ну а губа то у него может быть нет да дай мне насладиться ну ладно давай всего того что так сказать нужно руку для начала я школа зеркальный что творит парень нифига ты его как ой здоровый слушай ваще а ты так и через палку суши ваще суши хороший карп чистенький ой да чё ты мне по башке бишь а чё по засечке о идеально что ли вообще на карпалях не она очень жестко сидит это боюсь что даже руками не вытащить а вы чё хорош 11 лет сработал да слушайте ребят но это что-то очень сильно показательно потому что прошло минут пять антон только закинул ну какая разница рыбы то есть на через этот на сложный отдаку чпонька да ты посмотри в чё происходит на чё парень творит так ну давай третий тогда ой мне попал клют нифига ся женек обрывился 20 удача в плюс впереди это у клея у клея я поймал у клею но лучше бы это был так пока там женек разбирается с рыбы я вам покажу оснастку на флэд которая принесла мне уже две рыбки и сколько три поклёвки кукурузу в топку сразу на щек вверх так у нас здесь смотрите волос стопорок стоит чтобы сама насадка не съезжала близ к крючку петелька безузловой узел специально маленький поводочек из плетни не знаю какая там плетня 0 2 наверно карабин и дальше флэт так берем вот такие вот по папочке вода с ананасиком сегодня я сразу есть уже разрезанная половиночка их ней берем вот такой вот пелец red halibut сколько он 8 миллиметров диаметр берем значит складываем одно на другое и сверху попа поставляем прокалываем его оп прошло дальше берем маленький ножичек и подрезаем лишнее что выпирает от нашего пелица прям по кругу так уберем и обрезаем готово так пелец упал ничего страшного так как это у нас усложено было вот вот таким образом такая у нас оснастка получается точнее приманка оснастка в петельку заводим сдвигаем и вот в это маленькое ушечко берем вот такой вот я не знаю что это стопорок же ну на конце флота петельку наверно стопорок его вгоняем внутрь чтобы только шляпка торчала пододвигаем наш резиновый стопорок и вот в принципе все готово давайте зарядим сразу берем топтушку кладем внутрь вот таким образом подсыпаем немножко корма ну лучше с горочки конечно и прожимаем лишнее нафиг жмем со всех сторон продавливаем растягиваем открываем я еще рукой прожимаю потому что у нас глубина метра 3 куда я кидаю надо чтобы точно до дна достала долетела наша оснастка вот таким образом выглядит наш флэт и давайте забросим его женёк женёк на что ты лови женя до за 3 спора до 6 грамм аааа господи как я блин тебе подсак же нужен ща погоди это ли это линь же когда увидел увидел да тихо 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 а я его не заберу я боюсь я в него ткнулся блин я смотрю чё-то леску у меня на поплавке натягивается как влево идет у меня поплавок был там вот вот там был поплавок а он здесь доставай давай же я подержу давай кидай у меня короче вообще ни одной палки в воде нет я не успеваю точку выбрать то что я снова поймал на флэт ой какой красавчик да его дай глазки 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 слушай ну покажи его подними да не не ну нормально наверх о хороший линь кстати такой ну не килл но офигенного сенок ваще давай супер там слушайте на место опять сработал хорошо натянул я походу не просек его просто нормально волосы вроде в порядке короче не просек я почувствовал в самом начале но мне не хватило я показать под но я понял да 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 делаешь дело человек ко мне пошел вожек вот он прям прыгает там там где флэт слышь мой тебя подсачи да ой как он борется как он дает а удочка ваще удочка до отрабатывает как надо пошли забирать просто решил перекинуть да без поклевки это серьезно смотри чтобы он до садка просто садок не ушел какая она маленькая все-таки короткая короткий подсак давай ну же 0 1 до ты чё отдаешь то зачем но они тут хорошие блин двушечки такие но я сейчас поменьше правда на флэт попался но первый зачет был да не не возьму меня пока пока не клюя могу себе позволить вопрос ничего не сделай да не форсирует так не форсирует ощущение как будто да да какие-то они активно клюет неактивно а вот уваживание да не ну на фору я его нет на эти горел зубы надо было брать вон он вон он вон он вон он нет жак прости я хотел думал знаешь с насколько его сейчас мордой так шел был бы подсак длиннее может быть и забрал бы на максимум я не знаю ты раздвигал сдался не дупал палка вообще просто нет джек он еще выдвигается да ну давай ты его сделаешь нет нет в рот ну или под рот да блин да дай ему вздохнуть уже нет я поднимаю он не поднимается сдался сдался да парень ура хорошая хороший так ну ка ну ка ценим оценочка да зеркало опять подъехала доволен зеркало подкаешь плоско я короче говоря оборвался у меня была хорошая поплевка блин без поводка поводок отвязался антон было бы 33 сейчас было но ладно это я дебил получается что у меня проблемы с поводком но карт плюнул и все было нормально короче я была было два про тюка таки тюк-тюк не съел я решил выждать момент и он реально доел смотри иди у вот это же а у нас тем временем дождик пошел сейчас после дождика будет клевать вот поклевка переключение сюда наконец-то на плетню да кайфуешь были ну айрон церковь он жестко бьет прям по нему да айрон капец какой звонки да вижу я прям палку ехал так все как у паровоз паровоз был ну да я видел так пойду к я стул опущу вот эти летающие твари честно говоря очень сильно надоели вон она наглёшь о смысле моя кукуруза юма короче антон рушит нам все эксперименты потому что я сижу как фидерист ловлю на фидерс точки и у меня поклевывают единственная вот лень на поплывок клюнул а у этого гада на самом деле раза в два больше карпов чем у меня но все он поймал на флэт не с точки дело в том что он там за антоном глубокая часть и вот он кидает именно туда и все поклевки вот реально именно оттуда у нас даже была идея может быть туда свалить и там на фидер половить может быть и сделаем не знаю но антон гавнюк так папа поклевка ну вот что за закон подлости вторая рыба нормальная суть по всему карп я всякая без поводка короче я сейчас поставлю 0 12 слав жопу это 0 1 3d леску ультра прочная это не я дурак не зал нормальный да у меня леска я ловлю далеко ё-моё нормальный нормально он сотри ну да вообще просто слышно вкусно я думаю да хотят убираем до шум дороги берега должно наслышат всеми вот смотри выводить через право короче ладно вы видишь это потом я пошел вязать поводок да поставь вон на штатив и все пусть сзади где-то стоит снимать только я лсеньку Туалет просто хочет целимся. Так это карп или кто? Карп, карп. Думаешь? Не знаю, да. Может, и линь. Меня линь в нашем своем любимом зимнем водоеме возил, я думал, что сазанчик. Понял, забыл. Хорошо доводит. Не, я-то, конечно, буду только раз. Ну, боюсь, что нет. Ой, здоровый линь. Да, здоровый Жак. Красава. Вот, вот и мне линяк, да, Шарик? Воу, 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 воу. Вот, блин. Вот это уже, Жак, килл, я тебе скажу. Ой, дела. Я тут опасен. Жак, это килл. Да, это хороший линь. Не, линь правда офигительный. Походу, ловленный, да. А может, и ловленный был. Блин, такая рыба классная. Он шершавенький или нет? А, не, он скользкий, скользкий он, по-моему. Конечно, он на уфу-фу-фу-фу-фу-фу. Ой, прости. Ой, ё. Жак, я наступил на Женю на кормушку, теперь вот такой будет ловить. Да. Ну, здоровье, ешь. Короче, я пока там с линем разбирался, вон поехала палка. Не, а тоха сегодня чисто вообще по карпу. Вот ничего. У меня чисто флот работает. Да, у меня это, я сейчас действительно уж сомика еще поймаю, как кто-то сказал. Вообще еще... Хочешь карасять я поймаю еще? Не, не надо. Не, ну на киллой поймаешь, я доволен буду. Ой, ну, ребят, что за рубалка вообще? Да, рука уже обалдела, если честно. Ой, ой. Зеркаш, зеркаш. Ой, 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 ой. Ну, вообще... Я отошел пописать, а Женек тут без паровоза? А? Ну, с почти. С? Ой, как, блин, гнется. Как ты его... Как он это делает? А еще и на плетенку. А я понял, подсек и этот фрикцион забежал. Ну, блин, конечно, фрикцион-то расслаблен, Жек. А, у тебя там пускай-то? Ты, походу. Вторую дергаешь. Ты прямо здесь вот, да, осторожненько. Да затяни ты фрикцион. Заберешь сам? Ладно, давай заберу. Да, я только что так жестко форсировал, что... Я тоже намерен это сделать. Ну, блин, 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 не настолько жестко. Палку не сломай мне. Ладно. Да, хрен знает, насколько она жесткая, мягкая. Давай, давай, сдавайся. Давай, парень, давай, иди сюда. Так. Да, да, я гнался за ним, как мог. Хороший, кстати, я тебе скажу. Да, достойный. В общем, Антон поймал очередного карпа. Он задолбал, он там, блин, с этой точки до туда ловит всех рыб. Допустим, он поймал 3-4, я только одну. Мне это не нравится, я тоже хочу ловить, естественно. Вот поэтому сейчас мы просто перейдем метров на 10. И, получается, Тоха будет уже не вбок кидать, как он сейчас из-под дерева выводит. А тут прям в прямую будем кидать и, собственно говоря, ловить. Все, переместимся. Короче, у меня вот карп, который только что достали, он зацепился крючком за подсакой. Я не могу. К Женьку говорю. Женек, пошел в туалет, говорю, Женек, помоги, пожалуйста, срочно. И в этот момент такой лютый паровоз, и вот Женек вываживает. Да, это реально фидерный. Жесть. Итак, мы переместились. Вот. Женек стоит вот там, оттуда я кидал куда-то вот сюда, вот в эту область. Ловил отсюда дофига карпов, как вы видите. Короче, предлагаю полчаса здесь постоять, посидеть. Если ничего не будет, ну реально вернемся обратно. Здесь максимально неудобно, вон, я в дереве впитаюсь. У нас, да. Фидер нормально не кинешь. Мы надеялись, что все получится, но пока не клюет. Ну, мне кажется, надо просто покидать в разные точки, посмотреть. То есть какое-то место я просто тогда нащупал, кидал всегда по одной линии, на одну и ту же дистанцию. И с нее карп брал. Сейчас мы место поменяли, непонятно куда, вправо, влево, дальше, ближе. Сейчас, может быть, нащупаем. Ошибка ли то, что мы переместились, это нам только предстоит узнать. Но Тоха двух карпов уже поймал. Мне капец как неудобно. Сейчас покажу. Вот две удочки и, соответственно, дерево. И моя правая, самая длинная, она, короче, за деревом. То есть я, ну я не могу здесь очевидно кинуть. То есть я, короче, бочком как-то раком просто кидаю. Вот, в принципе, есть еще возможность отскочить на старое место. Есть. А мы мое место еще не заняли. Ну так, заняли, но я могу сбоку так присесть. Короче, посмотрим. Ну вот как доказательство, что на новом месте. У Антона поклевывает, у меня нет. Я реально сейчас, я реально сейчас походу обратно уйду, я серьезно. Ты на другой территории, е-мое. Ты не в своем секторе ловишь, парень. Да вообще нет. Ну я-то знаю, где карп. Ой, здоровый, слушай. Да, я думаю, что так тяжеловато-то срочно. Нормально. Нормально. Ого. Это четверочка. Да, конечно. Не, не четыре, но, блин, здоровый. За двушка явная прям. За двушка? Ты шучишь? Ну, здоровый, а. Не, 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 я к тебе сюда иду. Нет, Жак. Это двушка. А думаешь, кто, трешка? Жак, это, это прям, что за рыба? Это хорошая рыба. Я бы взялся, не могу там. Идеально. Замок. Не идеально, надо дорабатывать. Ага. Ты видел, откуда? Господи, я не знаю. Семь метров от берега. Просто десять метров от берега. Да, все вот даже вот на наших местах сейчас люди перешли, где же в нем сидел. Мне кидать в центр. А я кидаю. Да. В берега. Рыбейка вообще, что надо. Я тебе говорю, блин, я не знаю, куда вам столько рыбы, честно. Да, раздадим. Будем раздавать. На, подруга. Смотри, как классно. Вот, дай, 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 дай. Короче, все, мною было принято решение вернуться обратно. Я с той части, с островка, буду, значит, кидать сюда флетик. Туда, на свою точку. Смотрите, куда кидаем. Вот, куда кидает Энтони. Может, тебе было, брат, лучше на пополовок половой. Можешь, меня проще туда перейти, а туда кидать. А ты потом туда вышкидай. Да я потом все равно левку кидать. Можешь, меня проще. Короче, я думал не снимать, но решил снять, потому что очень красивая рыба. Смотрите, как я ему губуру. У каждой рыбы. Форсируем. Ну, покань, покань. Что? Да, вон видно ранка. Ну, форсируем. Да, блин, а что делать? Ты сидишь в тесноте. Все не в обиде. Ой, 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 ой. Красота. Рыжий прям вообще. Доволен, нет? Да, вообще всегда. Ну, все, правильно. Итак, фидер особо мне не приносит результата. Всего одна рыба на флагмановский корм. Но, если честно, я и не особо занимаюсь им, потому что флет сегодня просто рулит. Просто рулит. У меня, я не знаю, сколько карпов, 20, наверное. Из них только один на фидер. Хотя я кормил. И кормил две точки. Вот сейчас вот кидаю очень близко под берег. Буквально там из-под юбки можно кинуть, там, не знаю, метров 9, 8, 10, что-то такое. И вот начались небольшие поклевки. Ну, клюет очень осторожно и прям прищупывает его опарыша. На трех опарыш его я делаю. И все, и бросает. То есть надо как бы в этот момент успевать подсекать. С флетом другая история. Он подошел, схватил его и сразу в паровоз ушел. Поэтому, вот, вроде неактивный, неактивный карп. На флет клюет вот так, просто. С таким звоном, но вы все видели уже. Вот ты мне скажи, как карп это делает? То есть в один момент он такой, не, не. Не буду. Больше не ем. Не хочу. Не буду. Я вообще без понятий. Ну, я... Да, реально, как отрубил. А, ну-ка, смотри-ка. Я склоняюсь к тому, что я все-таки корм поменял. У меня закончился старый, и я сделал корм, который воняет хрен пойми чем. Потому что я добавил мотыля вот этого. Типа холодная вода мотыль от флагмана. И он мне просто такой адский неприятный запах дает. Нет, слушай, ну это тебе запах ловит рыболова. Ну, карпу, ладно, тоже мне нравится. Нет, слушай, клевал. И сколько? Ну вот три раза, грубо говоря, я подсекал на флет с этим кормом. Так. И три раза сход. То есть я, скорее всего, губу урвал ему. Ну, что-то он вообще выключился. Так он хотя бы заходил на мель, я его здесь успевал ловить. А сейчас он просто, походу, не заходит. Он стоит, мне кажется, где-то в глубине. Надо флет перекидывать. Ну, дальше, короче, надо от берега отходить, мне кажется. Ну, понятно. Понять. Ну, это единственное мое предположение. Итак, собственно говоря, в чем был интерес этой рыбалки? То, что есть именитый корм и корм, который мы пробуем новый. То есть мы постоянно новые корма пробуем. Мы ни разу его в магазинах не видели. Как бы, да, вписались с производителем, грубо говоря, с Кириллом из магазина Удача Плюс. Он нам предложил попробовать. Собственно, результат вот сейчас будет ясен. Да. И, естественно, небольшая оговорка. Мы должны были ловить только на фидер. Я, естественно, ловил на фидер. Антон тоже. Но вышло так, что Антон начал ловить на флет. По одному фидеру у каждого было, по одной точке. Да. У меня флет просто разбомбил сегодняшний день. Я думаю, все это было уже. Видео все это посмотрели. Но на фидер с нормальной выбранной точки, закормленной, у меня их было три. Аж три сегодня точки было. У меня одна. Я поймал одного карпа и получил там еще пять поклевок. Но одного карпа я только достал. Давайте посмотрим, что ловил я. Я ловил на прикормку Удачи Плюс. И у меня только одна рыба на поплывок. Маленький линь. Блин, прям на ногу к себе. Ну, результат за сколько мы ловим? Ну, сейчас час. Я не знаю, сколько мы заехали. Ну, короче говоря, вот результат. То есть рыбы прилично. Я слил еще две. О, ну ты ладно уже. Не, ну, все равно. Я к тому, что активно все равно рыбь себя проявлял. Что, твой будем доставать, нет? Нет, для тебя. А зачем? Там одна рыба. В принципе, да, там одна рыба, по сути. Если из нашего спора. Да. Так-то у меня много рыбы, но из спора только одна. Рыбалка продолжается. Женек активно мешает вторую часть корма. Да. Кормят. А у меня четыре флота. Тут Женя мне одну палку отдал. И я буду активно облавливать всю акваторию. Постараюсь найти карпов. Короче, я ловлю на дну. На той же точке. Антон ищет, рыщет. Итак, что у нас дальше в программе-то? Да, я хотел как раз на самом деле ее начать снимать. Короче, дальше у нас в программе. Я, короче, выбрал тактику светлого корма. Потому что и темный, и корм должен выделяться. А в этот раз у нас ваниль сладкий. Кормить. Короче, предыдущие две пачки были на меду. А это ваниль? А это у нас кукуруза. Вот я ее порвал, но куплю. Нафига. Я думал, ты кукурузу сразу сделаешь. Это же кукуруза. На меде сделаем. Ну как бы делал Павел. А кукуруза, смотри. О. Это получается ваниль сверху. Кукуруза сейчас раскопаю. Какие частички кукурузы. Нафига прикольно. Прям, да. Реально крупнофракционная. Поэтому кукурузу прям точно на карту. Так. Как выяснилось, нам осталось ловить час двадцать всего. А я, ты дурак, замешал еще два пакета себе. Хотя мог бы обойтись пакетом. Короче, у меня еще туча мотыля. Я порезал мотыля с червяком. Я сейчас всю эту красотищу, как закормлю себе. Прям реально пол ведра выкину. И всего мотыля нахрен выкину. И получается, оставшийся час буду сидеть и уже что получится. Как говорит женек, пока я там занимаюсь. Я, короче, сижу там дичью занимаюсь. На поплывоку клейку ловлю, смотрю что-то дын-дын. Думаю, блин, я же не задевал. Типа фигня какая. Давай быстрее, Жек, тогда. И вот он, дынечек, красавчик. Давай, надо тогда включаться в работу. Надо, надо. Вон там стопудово не один. Надо терять. Давай, Жек, возьму. Это просто. Давайте. А где он? Прошли. Он где? А, вот здесь он между этими будет? Вот, сейчас, 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 сейчас пойдет. Все. Ага. Оп, вошел. У Женька, короче, со стойкой вместе удочку утащило. Снимать будешь? Нет, ну какой-то вообще жесткий. Вон, стойка валяется. Снимай, 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 снимай. Ну, пока не дошел еще. Что он делает? Что он творит-то, а? Я не знаю. Что он себе позволяет? Это какая-то очень жесткая рыба. Ну, я... Короче, я поворачиваю. Ай-яй-яй-яй. Смотрю, у него удочка в воду падает. Нет, Жек, левее. Левее уходи. Ты сейчас, блин, опять на поплавки туда уйдешь. Стопудов, какой-то небольшой, но крайне дерзкий. Может быть, Амур. Странно, что они дерзкие, блин, у меня вообще не клевет. Хотя весь день клевало. Вот так вот, на тебе, отстрел. За губочку, значит, было. Так, смотрите, Женя тут немножко снова эксцесс. Так, упала стойка. Ребята, это вот, смотрите, что там плавает. Плохо видно, сейчас обойду. Это, короче, Женин Фидер с катушечкой там плавает. Слава богу, нестрадик. Ай-яй-яй, блин, вообще, что за тема. Хорошо, что там нестрадик был. Как мне вот поймать теперь? О, вон он, кстати, ходит, карп-то. Я просто даже не успел, вы понимаете? Жек, ты мне говоришь, следи. Знаешь, как было, Жек? И палка просто уехала. Он даже не дал шанса. Он сразу, сразу запаровозил. Охереть. Это рыбалка. Левку пытаюсь. Да вот я хоть что-то пытаюсь. В другую. Да, ну ты сейчас вдоль проведешь, скорее всего. Блин, я боюсь, что мы сейчас сломаем твою палку просто. Почему она же плавает? Я боюсь, что она сейчас упрется. Видишь, она упирается. Да не ссы тащи. Я не могу тащить, все, она встала. О, сейчас, ладно. Инструмент по спасению Фидера. Сейчас посмотрим на эту наглую морду. Короче, траблы в том, что даже Страдик не справляется. Палка просто застряла. Я не знаю, что делать. Опа, опа, продирается, продирается. Так, ну, космастер я оборвал, естественно. Мне вот идея Антона понравилась. В администрации лодку попросить. Вон он, вон он. Идет. Взял уже. Возьми меня на борт, подожди. Ну, это вообще прикол. Я такого еще не видел. Смотри, Тох, там может быть космастер. Аккуратно. Сейчас я кувырнусь туда, я чувствую. А что ты меня с собой на борт не взял? Я не понимаю, что ты тупишь. Во, рыба там еще, я так понял. Да, да, с рыбой. Руками, руками тащит уже. А ты что тащишь, что ли? Что ты тащишь? С уважателями уплывают. И вот такие последствия зацепа. Сейчас. Опа. Короче, сломалась вершинка. Ну и хрен с ней. Хотя бы вершинка, а не сменные. Сейчас как раз по меня и продолжу ловить. Итак, господа, рыбалка выдалась именно вот на твою. Похоже, как картина была на пианисту, если не ошибаюсь. Короче, мы погнали. Оставайтесь с нами. Подписываемся на пусть, участвуем в розыгрыше. И ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, приезжайте на водопад. Классная рыбалка. Все, показали. У вас вся информация есть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.